добрый день или доброе утро даже сейчас в этом году мы опять вот встречаемся здесь у нас начинаем как бы продолжение этой рубрики которая называется нивка самые новые достижения в области нашей так сказать овощеводческой агрономичной науки мы должны передать вам дорогие сумчане жители области уже начинается растущая луна а все делается по луне корневая если луна убывающая луна на букву с значит мы с вами что делаем пересаживаем укореняем пикируем если луна растет мы что делаем сеем вот сейчас растущая луна в этом году поздняя пасха всех кто посеял очень рано на рассаду культуры уже ощутили отсутствие солнечных дней вытянутая рассада я высевал марте в середине марта и сейчас середине апреля имею возможность иметь перестраховочную рассаду для достижения этой цели я использую так сказать посев буду делать помидорчиков буду делать посев цветочков чтобы сеять надо прежде всего знать куда посеять ну первый вариант это посева всех мелкосемянных потому что вот если открыть бегонию ампель на вот у меня данном случае смесь бегония шансон ампель на то у них вот семечки очень маленькие еще надо одну важную вещь подчеркнуть надо иметь обязательно журнал обязательно записывай когда что делаю какой ящичек ксею вот раньше люди сели вот такие сейчас я покажу ящики во во первых в этот ящик надо очень много земли накидать а я вот начал работать вот таких ящичках разная глубина на сколько там на 2-3 сантиметра но а по ширине мы выигрываем как вы видите намного кто по старинке работает на этом обратите внимание на простые поддоны вот такого плана записи мы обязательно делаем на ящички маркируем проклеиваем что это как это потому что обязательно перепутаете ну первый вариант вот как бы посева вот таких мелкосемянных это таблетки чтобы таблетка стала вот такой вот как она у меня вот здесь надо таблеточку размочить мы заливаем воду на поддончик вот аккуратненько и таблетки начинают ее выпивать воду эту вот смотрите напиваются и будут раздуваться это таблетки торфяные а вот еще есть таблетки кокосовые пока таблеточки будут достигать конкретной отметки мы смотрим какие же грунты сеять и как вот грунт тс-1 специальный посевной сфагнумовый торф тс-1 то есть этот торф скандинавский он не мистить я кажусь украинской мовы патогенев чисто экологически и он можно сказать имеет фунгицидные действия зацветания в нем меньше все остальное для того любой торф любой грунт надо естественно перед употреблением размочить производитель их делает на литры и старается чтобы он был как можно легче при определенной влажности то есть этой влажности естественно недостаточно как мы видим здесь он идеально пушистый ни одной соринки ни одной задоринки то есть он даже пригоден для посева мелкосемянных петуний как в кассетах так и в других но еще раз подчеркиваю его надо увлажнять то есть мы его берем вот так вот увлажняем и увлажнен он быстро видите моментально напитывается почему он напитывается моментально потому что в нем есть специальный увлажнитель конечно он добавляется для того чтобы этот супер торф не терял долго влажность то есть вот так мы постепенно набиваем кассету и она вот так вот будет набита и готова к посеву я вот сею из помидорчиков самое сейчас новое это типа big beef помидор называется алексия если big beef он был 300 400 граммов помидор beef томат это как бы на бутерброды такими долями режется ну там это американцы они любят там латинской америки там у них там мясо много в прериях и вот они делают вот этот отбивной как-то их стейк там или как это там у них и туда кладут огурчик и вот этот томат вкуснее мире биф томатов нет данном случае если они биф томаты были метровые там то алексия это уже двухметровый и на нем больше вкусных очень вкусных томатов поэтому я решил в этом году использовать у нас сумма кроме того еще две новинки сею а монета помидоры очень вкусные выращиваю я думаю все увидите что из этого всего получится так таблетки вот у нас уже подходят как вы видите смотрите какие ух да как мы видим вот эти торфяные легкой торфяные таблетки они быстро напиваются водички а вот уже кокосовые таблетки они очень медленно набирают воду но они также и медленно ее отдают то мы говорили о т.с. первом еще есть у нас т.с. второй т.с. второй он видите более крупнее фракция более такой пушистый его использовать мы будем для пересадки то есть когда вот эти растения зайдут для перепикировки для пересадки он такой же по качеству и здесь больше удобрений добавлено ясно а у нас еще есть наш украинский грунт но отечественный рыбник делает все на отечественных сортах наши торфы отличаются они могут быть кислыми если не доброкачественный рыбник и могут быть вот такими нейтральными ну как в данном случае вот этот грунт кардаш который я использую он добавлен здесь в наши грунты вермикулит спучиватель и влага и влага удержатель вот это беленькие гранулы прибалтийские спагнумовые скандинавские торфы и еще он говорит что он добавляет этот выродник сюда органику ну и минеральные удобрения и получается как бы это органом минеральный субстрат но в данном случае мы видим что этот грунт приличный виде он не всплывает а быстро на ну набирает влажу он размокает и постепенно вот в этот грунт мы будем все я как делаю целях экономия вот этого хорошего качества тс-1 я беру низ так сказать под ложечку делаю из нашего грунта а сверху насыпаем тс-ку потому что тс позволяет более качественный сделать высев вот таблеточки ну готова дальше уже идет пассивная естественно в каждой таблеточки в середине есть дырочка а семечка вот у бегонии ну очень маленькой они дрожжированные желтенькие такие ну как маковое зернышко и вот в эту дырочку я так ее чуть-чуть залепляю потому что провалится семечка глубоко не взойдет сеять бегонию надо не так как питунья на поверхности а чуть так сказать на 5 миллиметров глубже но это очень кропотливая работа разбрасывает таким образом семечки в общем вот так она высаживается потом мы это все выставляем на вот такие поддоны мы используем препараты для протравливания потому что сейчас большая химизация много фосфатов и очень сильно развиваются вот эти мхи этому мы берем 10 миллилитров 10 миллилитров фитоцида или еще есть препарат там овощевый ликарь вот и 10 миллилитров препаратик растворяем на 5-10 литров воды и поливаем еще это увлажняем вот так аккуратненько вот эти посеянные таблеточки в данном случае бегонии когда мы их посеяли закрыли пленочкой и бегония будет сходить при вот хорошей температуре 24 26 градусов через две с половиной недели то есть очень медленно прорастающая культура при оптимальных условиях а теперь серьезно вы видите я уже заканчиваю эту кассету сейчас я туда быстренько посею помидорчики ну особенности посева в кассеты как и надо плотно набивать каждую ячейку чтобы не было проседаний если будет проседание грунта семечко одно зайдет раньше второе зайдет гораздо позже и это очень неудобно ну давайте вернемся помидоркам так я их все высыпаю вот вы видите сюда аккуратненько ну давайте начинать сеять простым дедовским классическим методом в ящик да я еще важный момент не 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 сказал обязательно перед посевом семена какие только есть было бы неплохо обработать что вот в эти во все грунты обязательно добавляется бактерии то есть грунты то не живые то есть это торфы пассивные в них нету микрофлоры то сделаем засев спорами бактерий то есть земля это станет живой мы можем эти же бактерии сделать по-другому выливаем эти бактерии каждой капли где-то миллиарда три бактерии мы их расчиняем воде таблетки поливаем да или поливаем почву то же самое ну для улучшения допустим обработки семян или прилипания всасывания бактерий используется бактериальный прилипатель липоса это продукт который вырабатывается бактериями при производстве их так сказать количество наращивания микроорганизмов и потом этот продукт который они вырабатывают в результате своей жизнедеятельности используется как прилипатель ножишь весь на бактериях и он и стимулятор роста то есть вместе прилипатель бактерицидный препарат фитоцит дезинфицирующие свойства и азотопит для роста данном случае таблетки оживляем если у вас осталась эта водичка то полезно полить комнатные растения смотрите значит все технологические так сказать моменты протравитель используется или здоровая почва пролить почву перед посевом или фитоцит прилипатель и бактерии азотные бактерии мы давали в виде сухого порошка и в виде жидкости вот эти все вещи мы сделали с грунтами мы разобрались семена протравили простимулировали рост дали бактерии тут живая земля все как сто лет назад теперь мы просто сеем ну я сею обычно так беру пальчиком дело вот так вот тут дырочку так раз два три 4 5 в рядок и кладу в эту дырочку вот так под томатику по одному семечку и вот так вот буду стараться даже вот так вот потыкал потыкал и мне получается такое посевное гнездышко но вот так вот я должен до краю дойти понятно вот так их рассадить по одному тогда не хотя бы ну месяц до перепикировки спокойно так смогут здесь и прожить аккуратненько ну тут увлажняется все но она влажненько и опять же беру вот этот тс-1 грунтик и сверху аккуратненько каждую луночку засыпаю шаром таким маленьким и как бы корил папан до пола я тут и было показали все это чуть-чуть водичкой полили видите какой она влажненько вы знаете некачественная схожесть во многом зависит от грунта то есть очень качественные семена могут не зайти в очень некачественном грунте от грунта зависит 90 процентов развития и всхожести семян ясно ясно потом мы берем пленочку пленочку и вот так накрываем пленочкой чтобы не ну имела схожесть через 10 7 10 дней надо 22 25 градусов при растущей луне при полнолунии они не полезут и две недели или полезут не дружно и вот этот мой опыт можете со мной спорить как угодно но я и говорю в этой рубрике о том что делаю я о том что нового знаю именно я самое новое донести вам очень простым доходчивым доступным языком а